Я, Александра Исипенко, живу в городе Дагонроге. Мне 10 лет. Учусь в школе номер 24 в 4-м Б-классе. Моё поздравление ГДНЮ Победы! Приближается 9 мая. 75 лет победы советского народа в Великой Отечественной войне. Я хочу поздравить с победой участников войны, тружеников тыла, жителей блокадного Ленинграда, узников концлагерей. Дорогие наши и непобедимые, спасибо вам за мир на земле, за наше счастливое детство, за победу, цена которой 27 миллионов жизней советских людей. Я прочту вам стихотворение Николая Добонравова «Хлеб». В нём есть душа, чувство, правда. Цена к хлебу людей, прошедших войну. Хлеб, хлеб из затхлой муки пополам с отрубями. Помним в горькие годы яснее, чем себя мы. Хлеб везли на подводе. Стыл мороз за прилавком. Мы по карточкам хлеб забирали на завтра. Ах, какой он был мягкий, какой был хороший. Я ни разу не помню, чтоб хлеб был засохший. А чего ж он вкусней, чем сегодняшний пряник. Хлеб из затхлой муки пополам с отрубями. Может быть, от того, что, прощаясь солдаты, хлеб из двери теплушки раздавали ребятам. Были равными все мы тогда перед хлебом, перед злым, почерневшим от юнкесов небом, пред воспетой и рухнувшей друг обороной. Перед желтенькой, первой в семье похоронной. Перед криком «Ура!» и блокадную болью. Перед пленным и смертью. Перед кровью и солью. Хлеб из затхлой муки пополам с отрубями. И солдаты, и маршалы вместе рубали. Ели, будто молясь, доедали до крошки. Всю войну я не помню, даже корки засохшие. За витриною хлеб, вызывающий свежий. Что ж так хочется крикнуть? Мы все те же! Все те же? Белой булки кусок, кем-то под ноги брошен. Всю войну я не помню, даже крошки засохшие. Мы остались живых. Стала легче дорога. Мы черствеем, как хлеб, которого много.